И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик, посвященный итогам апрельского замечательного ивента. Да, я уже не называю его первоапрельским, потому что был он проведен у нас в выходные дни, а не начиная с того самого дня, который был приурочен вообще раньше исторически к этому празднику. Сегодня поговорим о том, как он прошел, ну и расскажу какие-то определенные моменты, которые мне понравились, не понравились по поводу данного ивента, да и вообще пасхалки в общем всей. Ну и в конце этого замечательного видеоролика откроем 7 ультраконтейнеров, которые у меня за этот ивент накопились. Так что давайте отправляться в бой, что касаемо режима, ну я даже не знаю, ну пусть будет регби, пусть будет регби. Хоппер и жига у меня одета, в принципе отлично подходит для подобного вооружения и режима. Что касаемо самого пасхального ивента, я могу сказать, что он был довольно-таки дефолтный, за исключением уникального изображения и вида золотых ящиков, что было довольно-таки прикольно, довольно-таки прикольно. Я не скажу, что это было прям очень жестко, но это было неплохо сделано, да, мячи в регби также были сделаны в виде яиц, была какая-то своя определенная атмосфера, которой, например, не было на предыдущих ивентах, и этим ивент как-то себя скрасил, приукрасил, понравился кому-то больше, кому-то меньше, но, в общем и целом, я бы сказал, что довольно-таки, довольно-таки неплохо. Что касаемо самого ивента и всех этих праздников, да, то есть, ну, говорить там особо нечего, все по дефолтику, да, ничего такого сверхуникального, сверх жесткого для меня лично в ивенте не было. Соответственно, там, все дефолтные супермиссии, призы, да, за них премку, ой, премку говорю, двойные фанды плюс, двойные фанды плюс опыт двойной у нас, получается, немножечко подзажали, да, то есть, ну, это уже было до этого, поэтому здесь на этом ивенте, может быть, это уже не так сильно заметно, ну, а так, дефолтный ивент, да, с приукрашиванием золотых ящиков, это круто, это четко, это было сделано реально угодно, но, что касаемо самого первого апрельского ивента, да, для всех тех ребят, которые у нас полноценно никогда его не видели, никогда не играли, я думаю, что они были безумно рады, они были довольны этим ивентом, а вот, что касаемо тех ребят, которые уже в предыдущих годах играли, знали, что и как падает, и в каком количестве, конечно, этот ивент был, ну, не такой сверх жесткий, как они бы хотели бы, наверное, таки видеть, потому что падало чего-то годного довольно-таки мало, да, падали очень часто, в моем случае лично, не знаю, как в вашем, вы можете по этому поводу тоже написать, в моем случае падало очень часто 10 тысяч, 5 тысяч кристаллов, ну, 5 вообще падало, как монстр киллов, по ощущениям, да, падали, но, что касаемо премки, да, если у нас в предыдущие года она прям, ну, дропала реально жестко, реально много ее можно было видеть, то на этом ивенте, ну, ее по ощущениям, как будто, ну, практически не было, если в первый день она еще хоть как-то более-менее падала, во второй день, ну, вообще не падало, ну, прям вообще абсолютно никак, если сравнить первый день, да, на котором я взял 17 дней премки, и второй день, где, ну, примерно за такой же период времени я взял всего лишь 4 дня, то есть в сумме 21 день, да, это, ну, наверное, не так плохо для, если учитывать тот факт, что как бы, ну, на постоянной основе у нас вообще нигде невозможно получить премку, да, за исключением контейнеров обычных, то есть как бы это считается уже круто, да, но если так чисто подумать немножечко логически, да, то я бы сказал, что, ну, ничего такого сверхудивительного и сверх жесткого, да, как тот игрок, который играл у нас раньше, который знает, что может вообще дропать, да, что может быть на подобном ивенте, да, то, ну, такое-се, 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 могло быть намного жестче, могло быть намного лучше, могло и дропать поприятнее, могло и, ну, как-то, 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 как-то поинтереснее могло быть все это дело, но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, ничего такого мы не увидели, да, 21 день премки это тоже неплохо, и не стоит тут, наверное, говорить о том, что это мало, но, как я уже сказал, с точки зрения того игрока, который видел, что было в предыдущих годах, Этот первоапрельский ивент был намного-намного слабее и намного-намного хуже Поэтому, если уж сравнивать, то печально А так, в принципе, в общем и целом, довольно-таки неплохой-неплохой ивентик у нас получился Посвященный первому апреля Свою изюминку, конечно же, он выдал, да Для всех тех ребят, которые у нас, например, никогда не видели подобного Не видели первоапрельского вот этого вот всего движения Я думаю, что они даже, ну, наверное, рады Наверное, рады тому, что вообще было у нас на данный замечательный ивент Блин, хотел бы ставить красиво, но не получилось, к сожалению Похоже, на еще и киллзоночку улетел Ведем 1-0, но тут такая какая-то довольно-таки потнялая карточка Поэтому, друзья, вы можете написать в комментариях, сколько вы форманули приемочки Как вам вообще первоапрельский ивент, да? Ну, можно так сказать, хотя он был не под 1 апреля уже сделал Но вы можете написать, да, свою точку зрения по этому поводу Рассказать, понравилось вам, не понравилось Если понравилось, то чем понравилось Если не понравилось, то чем тоже не понравилось Ну, а моя позиция Неплохо, неплохо Но могло быть намного-намного лучше Да, это объективно И, к сожалению К сожалению, сверх вот так вот жестко мы не увидели ничего такого Ну, ладно 21 день премки Притом рассказать, что я особо там не потел, не играл Ну, пусть будет, пусть будет, пусть будет Хотелось бы, конечно, пофармить побольше премки Потому что премочка завтра заканчивается Но и то Неплохой довольно-таки Результат, который у кого-то, возможно, даже бы очень сильно порадовал И кто-то был бы такому результату очень сильно доволен Но я, конечно, не могу удовольствием поделиться прям жестким Поэтому как-то, как-то, как-то так Ну и сейчас, друзья, каточку доиграем Откроем замечательные ультраконтейнеры Которые у нас пасхальные В прошлый раз, когда я открывал ультраконтейнеры Мне дропнуло довольно-таки жестко Посмотрим, что будет в этот раз Посмотрим, упадет ли мне что-нибудь крутое Что-нибудь замечательное Что-нибудь бомбическое Если упадет, то будет очень круто А если не упадет, ну Обидно, досадно Но я уже Давно не делаю ставку на Сами вот эти вот Золотые Нагибаторские, да Как бы ящички Которые Ну Могли бы, могли бы давать побольше В прошлый раз дало, конечно, мне Красное свечение, но Раз в год, как говорится, и палка стреляет Поэтому я Ну, уже не уверен, что мне второй раз Что-нибудь хорошее такое же дропнет Поэтому давайте, короче, открывать Забирать Раз Может здесь какая-нибудь еще Заданочка есть Чтоб ее забрать Если выполнено Не выполнено, ничего нету Окей Ну и надеемся на то, что что-то хорошее дропнет Открываем, как всегда, по единичке Двойная защита 5 золотых ящиков 3 500 Двойная защита Ну вот, 5 белых, короче 5 белых получается, да? Грубо говоря Ну да Так оно и есть Поэтому, друзья Что я могу сказать Раз в год, палка стреляет Но она стреляет Довольно-таки редко Как-то так прошел у нас Первоапрельский Ивент Да Как я уже сказал Пишите свою позицию Свою точку зрения По этому поводу Поддерживайте данный видеоролик лайком Если вам он понравился Если вам нравится вообще Такого формата видоса Где я больше говорю Иногда, конечно Ну, как-то так Ну, не прям жестко выходит Но Извините меня Я тоже, как бы, человек бывает Не могу забазарить Что-нибудь сверх жестко Аппетитно Нагибаторски Поэтому поддерживайте видос Если понравился Подписывайтесь на канал Если еще не подписан Нажимайте на колокольчик Дабы ничего не пропускать У меня на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока